Друзья, всем привет! Как и обещал в последнем видеоролике, в этом сюжете я вам хочу показать реалии авторынка, как сегодня машины продают. Для кого-то этот сюжет будет бесполезным, потому что он все прекрасно знает, а для кого-то полезным, кому-то просто любопытно будет посмотреть, потому что речь пойдет про живую покупку Mazda CX-5. Давайте сразу к делу. Я вам кратко расскажу, что летом этим в Mazda Кунцево я заказывал два автомобиля под людей. Mazda 6 и Mazda CX-5. Мне обещал руководитель, что отдаст автомобили в РРЦ на момент прихода. Я доверился, потому что ранее мы у них покупали много автомобилей, и всегда все было так, как договаривались. Но в этот раз вот так он сделал. Кому-то жест не нравится, друзья, но эмоции вылетают из меня. Факт в чем? Пришли машины, он говорит, плюс 400 тысяч. Естественно, повел себя непорядочно. Мы отказались покупать автомобили, и сейчас я пытаюсь найти машины человеку, вот в частности CX-5. Шестерка, человек забрал деньги, купил себе другой автомобиль. Пытаюсь найти ему CX-5 с наиболее выгодной ценой. Так вот, что я вам хочу сегодня рассказать и показать. Очень часто мне прилетают письма, звонки, WhatsApp, Instagram о том, что Дмитрий, ну ведь есть же скидки. Вот люди рассказывают, появляются различные сервисы. Самый популярный у нас это Автоспот, о нем мы сегодня детальней поговорим. Появляются подобные сервисы. Люди пишут мне о том, что давай что-то придумаем, разработаем, где будем делать скидки для людей реальные и честные. Я им задаю себе вопрос, откуда сегодня вообще могут взяться скидки. И вот прямо сейчас я вам покажу пару живых примеров, парочку живых разговоров, и вы просто офигеете от того, какой вообще просто беспредел творится. Поймите, я занимаюсь этим, можно сказать, профессионально. Я каждый день кому-то ищу машины. Я владею информацией, я знаю, что купить тачку можно, сидя за этим столом, не выходя из дома. Посчитать кредит, посчитать трейд-ин, получить предложение финальное. Тебе останется только приехать, пройти все операции, расписаться и уехать на новом автомобиле. В общем, друзья, сейчас у меня будет 60 секунд, чтобы вас познакомить с полезной информацией. Поддержите меня, перейдя по ссылочке. В общем, знакомлю и переходим к основной теме выпуска. Даже не пытайтесь перематывать вперед. У меня есть всего лишь 60 секунд, чтобы познакомить вас с полезной информацией. Мое время уже пошло. Друзья, все те, кто давно подписан на канал, знают, что я регулярно призываю вас перед совершением покупки проверить товар на Е-каталоге. Потому что именно там вы можете найти его по наиболее привлекательной цене. Я не буду тратить ваше время. Активные ссылочки уже ждут вас в описании и в первом закрепленном комментарии. Если вы поддерживаете меня как автора канала, пожалуйста, перейдите по ним, посмотрите. Возможно, интерфейс фишки Е-каталога вас зацепят. Там можно сделать покупку с максимальным комфортом. Почитать отзывы, посмотреть видеообзоры, фильтров огромное количество. В общем, есть все то, что поможет вам совершить покупку грамотно и обдуманно. Е-каталог уже ждет тебя. Пользуйся на здоровье. А мы продолжаем. Значит, я постараюсь быть максимально объективным и дать просто взвешенную информацию. Вот смотрите, регулярно я получаю информацию о том, что, ну, зачем, например, нужен ты, зачем нужны другие подборщики, когда уже есть такой крупный сайт, например, как автоспот, и появляются ему подобные. Люди что-то создают, о которых вы еще в сайтах не знаете, но они уже есть, они присылают, мол, давайте с нами сотрудничать, будете рассказывать о том, что мы классные, у нас есть скидки. Я решил провести живой эксперимент. Мне нужна Mazda CX-5 черного цвета в комплектации Executive с 11 пакетом. Такой автомобиль сегодня официально стоит 3 миллиона 110 тысяч рублей с учетом цвета. Я захожу на официальный сайт автоспота и смотрю, вот пару слов в сторону автоспота. Никаких претензий к ним не имею с точки зрения того, что сама идея вот такая, реально крутая. Когда-то они мне предлагали точно так же сотрудничать, но я понял, что не совсем круто он работает с точки реализации. Вот сегодня я вам просто хочу показать живой пример. Мы заходим, видим, что, пожалуйста, есть автомобиль, то, что нам нужно, черный, в наличии в Москве, шикарно, ну все шикарно. Смотрим, какие можно получить по нему цены. И видим, что, например, в частности, за наличный расчет, просто за наличку, минус 50 тысяч рублей. Я, естественно, думаю, ну как такое возможно, когда мы ждали автомобиль, нам там плюс 400 тысяч обещают, а тут из наличия минус 50 тысяч рублей. Я оставляю заявку, буквально там в течение 20 минут со мной связывается менеджер, я ему задаю прямой вопрос, мол, да, я хочу забрать. И тут же начинается то, что вот оказывается, помотав ниже, вот эта классика жанра, есть мелкий шрифт, на основании которого на автомобиле навешаны допы на сумму 236 тысяч рублей. Вот этот разговор с ним я не записывал, потому что на тот момент я не думал, что буду делать по этому поводу ролик. Это было 25 ноября, сегодня 29 ноября, вчера вышел сюжет, и что мы видим? Буквально за день цена допа выросла, ого-го как, 502 тысячи рублей. Это актуальный скрин я вам показываю, я не зря заскринил ту цену. И тут я начал думать, ну что за бред, вчера 236 тысяч наценка, сегодня 502 тысячи наценка. Забегая наперед, в дальнейшем у меня будет разговор с менеджером автоспот, я задам ему этот вопрос, вы послушайте, как он ответит на это. Но я начал уже анализировать, смотреть, что-то не так здесь. В день, когда наценка была 236 тысяч, машин было 8 штук, а сегодня уже 6 штук. Я думаю, ну вот, наверняка связано с тем, что те машины уже продали, ну логично. По факту я обновляю страницу и вижу, что 450 тысяч наценка, а машин осталось все так же 6. На основании этого можно предположить, что что-то здесь работает не совсем корректно. Но это мои предположения. Что получается? На тот момент получалось так, что 236 тысяч минус 50, условно, 180 тысяч ты отдаешь и получаешь машину с этими допами. Что считалось вообще шикарно. Даже несмотря на то, что где-то мелкий шрифт, вот при всех этих вводных данных, вот так, я был бы согласен. И я знаю, что человек, кому я ищу машину, на этих условиях сразу все. Мы бы приехали, пожали руки, подписались и купили бы автомобиль. Это очень важно с точки зрения того, что я не пустозвон. Я не звоню просто так пообщаться, узнать, разоблачить, проверить. Нет, я захожу, вижу, что классное предложение. Я готов его забирать. Скидка за трейд-ин, за кредит. Я про это даже не говорю. Вы все уже прекрасно знаете, что трейд-ин ваш автомобиль могут сильно занизить, могут дать нормальную цену. Это индивидуально нужно считать. Кредит. Могу сделать вам скидку миллион рублей, но в кредите будет на полтора миллиона страховок. Такое тоже встречается, поверьте мне. Это не просто какие-то страшные цифры. Он мне сказал, что это Автомир. Я позвонил в Автомир и вот какой диалог у нас состоялся. Здравствуйте, будь добрый, с менеджером и продажным соединением интересует новая Mazda CX-5. Звоню в первый раз как физическое лицо. Добрый день, Дмитрий, меня зовут Валерий, менеджер отдела продаж новых автомобилей Mazda, компания Автомир. Коллега передала вас CX-5, интересует все верно? Все верно, у вас есть CX-5 черный 2.5 Executive с 11 пакетом. Да, есть у нас к автомобилю максимальной комплектации. А не подскажете, у него цена какая? Дмитрий, смотрите, по вопросу я вас обязательно проконсультирую. Хотя просто уточню пару вопросов, которые напрямую влияют на цену автомобиля. Подскажите, пожалуйста, вы к нам с Москвой верно обращаетесь? Верно. Отлично. А покупку рассматривайте в ближайшее время, верно? Я хочу купить машину в ближайшее время просто за наличный расчет. Без каска, без трейдина, без кредита. Вот на таких условиях за сколько я смогу эту машину забрать? Так, смотрите, просто честно говорю, Дмитрий, я в таком случае по цене вас именно конкретно проконсультировать не могу. Просто, честно говоря, ценообразованием не я в нашей компании занимаюсь. Ценообразованием занимается мой прямой руководитель, коммерческий директор. Я обслужу обязательно этот вопрос с ним. Я дам вам обратную связь. А поскольку, Дмитрий, а почему вот так вот категорически то же самое трейдин за себя не рассматриваете? У меня машины нет в трейдин. У меня нет машины в трейдин. Услышал, Дмитрий. А у родственников? То есть мы готовы принять автомобиль родственников, даже друзей ваших, просто за сафат в трейдин? У меня нет в трейдин. Вы вдумайтесь, друзья. Вот когда ты задаешь вопрос прямой человеку, какая цена будет за наличку? И тебе давайте сдадим в трейдин автомобиль ваших родственников. Можно даже машину друзей сдать. Хочется спросить, а твою нельзя машину в трейдин сдать? Вот ты менеджер продаж. Давай твою сдадим, а мне купим новую. Просто это, знаете, для меня это звучит настолько просто нагло, прям аж тошно общаться. Вот реально тяжело тошно. Я себя всегда стараюсь сдерживать. Я ни разу никому никак не грубил, не посылал ни в коем случае. Ну просто ты говоришь, я хочу купить за наличку. Дайте финально. А кредиты еще почему не рассматриваете? Просто честно говорю. Кредитная история плохая, мне кредиты не дают. Был банкротом раньше. Я услышал вас. Ну, честно говоря, при кредите у нас порядка 30 банков партнеров. Валерий. Ни разу не было такого. Валерий. Валерий, Валерий, вас... Слушай, смотрите, Дмитрий, давай тогда с вами следующим образом поступим. С машинкой, я бы хорошо знаком. Вы верно? Вы можете мне на вопрос ответить? За сколько вы продадите мне машину, если я хочу купить ее просто за наличный расчет? Какая-то будет цена? Смотрите, сейчас я могу назвать вилку, да, и как раз, когда, ну, сейчас переговорю своим директором напрямую, да, назову вам уже точную стоимость. Смотрите, сейчас вилка у нас по стоимости автомобиля начинается от 3 миллиона 116 тысяч рублей. Ну, это официальная цена розничная. Так, я говорю, это официальная розничная цена, вот так, 3 миллиона 116, так. Ну, 3 миллиона 116, вот, при, ну, честно говоря, при наличном расчете не могу пускать стоимость, но при условии того же самого кредита, да, я просто, да, так, чтобы у вас внимание было, ну, то можно забрать автомобиль по цене, ну, как раз, да, 316-3300, да, то есть тут вот такой разброс был. Валерий, может, мы друг друга не понимаем, у меня вопрос, за сколько вы отдадите мне эту машину за наличный расчет? Услышал, Дмитрий, смотрите, давайте сейчас следующим образом поступим, я тогда сейчас готов взять вашу контактную информацию, ну, просто я сейчас переговорю как раз своим руководителем, чтобы он конкретную цену сказал, вот мы готовы для вас, да, согласовать, там, по-моему, там, 3 миллиона, я вам звоню и говорю, все, да, там. Ля-ля-ля-ля, он ушел, согласовывает цену, я думаю, что мне ждать, есть второй салон, позвонил туда. Здравствуйте, вы позвонили в Карабанию Автомир, официальный дилер марки Мазда. Какая комплектация, еще раз точнее, что это виновина литра? Экзекьютив, 2.5 Экзекьютив с 11 пакетом. Ну, смотрите, да, в наличии автомобиля есть. Леолета, будь добры, скажите, пожалуйста, за сколько я смогу у вас забрать этот автомобиль, если я хочу его купить, просто на личный расчет. Тридына у меня нету, ну, нету в Тридына, кредит все предлагают, кредит я взять не могу, я являюсь банкротом, мне никто из банков кредиты не дает, каска мне тоже не нужна. Соответственно, я хочу купить его просто за наличку, за сколько вы мне его продадите? Смотрите, за наличку в районе 3 миллионов 600 тысяч рублей. Смотрите, за наличку в районе 3 миллионов 600 тысяч рублей. В районе 3 миллионов 600 тысяч рублей. При том, что он стоит 3,110, сколько там получается, 500 тысяч? 3,110 это с учетом тридына и кредита. Нет, 3,110 это официально розничная цена автомобиля. Ну, это с учетом 3, если вы будете, у вас есть тридын для кредита, тогда за 3 миллиона 110 тысяч рублей вы можете приобрести. И вы вдумайтесь, это официальный дилер, цены называют ну просто от балды. Вот автоспот, руководство, вы проведите хотя бы с ними какие-то диалоги, то бишь вообще для чего все это делается, если вообще ничего не совпадает? У вас указано кредит плюс тридын, хотя бы для галочки, она должна была бы сказать, что 2 миллиона 760 тысяч рублей. Так как эта цена, как я помню, подвязана именно от офт-дилера Автомир. На деле вообще все в разнобой, ребята, все в разнобой. И вдумайтесь, это я сижу дома на кухне, у меня там цай спрятан, я цай попиваю. А вам надо будет ехать, потому что по телефону вам скажут, приезжайте, мы машину по телефону не продаем, и вот вы поехали, время ваше профукали. А на деле получаете 3600 за наличку. Если вам есть на кого-то взять кредит, ну, можете взять кредит ради скидки, вы можете взять на кого-то кредит оформить, и у вас будет тоже скидка. Элита, а можно еще такой вопрос вам задать? Смотрите, я вот заходил на сайт компании Автоспот, и там менеджер сказал, что если через них к вам обращаться, 50 тысяч скидку сделать просто за наличку. Но на 236 тысяч рублей на ней установлены допы, которые нужно купить. На этой машине сейчас допов нет никаких, пока на данный момент. На этой машине сейчас допов нет никаких, пока на данный момент. То бишь, она вообще стоит чистая, без допов, а они говорят, что... Пока на ней нет ничего. А другой машины, похоже, нету, может быть, он что-то перепутал. Просто они вот указывают у себя на сайте, что якобы на этом автомобиле установлены допы на 236 тысяч рублей. Я просто не могу понять на каком сайте, ну, что вы там на сайте видите. Ну, вы уже... Просто добавляйте, сайт это реклама. Сайт это реклама. Ну, логично, да, в принципе. Если вы хотите действительно что-то приобрести, посмотреть, что реально есть, то я вам советую подъехать, не жалеть своего времени в этом плане, потому что под телефоном машину не приобрести. Вы приедете, мы здесь с вами на месте посчитаем, посмотрим, какие есть варианты, и соответственно... Ну, я вас понял, спасибо вам большое за консультацию, просто я услышал от вас прямой ответ, что за наличку это ориентировочно 3600. Тут как бы ехай, не ехай, я как бы не готов на эту сумму. Спасибо вам большое, извините, что отвлеку ваше время, я буду копить дальше, спасибо. Алло, да, добрый день, Дмитрий Андреевич. Добрый. Валерий, вот вы только что звонили нам. Да, да, да. Ну, повторно. Смотрите, так, по автомобилю, ну, если чисто за наличные приезжать, покупать, цена автомобиля будет 3 миллиона 708 тысяч рублей. 3 миллиона 708 тысяч рублей. Валерий, а не подскажете, вот у вас, смотрите, есть точка на Дмитровке, правильно? Мы на Дмитровском шоу, мы центральный офис. Ну, вот ваш центральный офис дает 3 миллиона 708 тысяч, да, а ваши коллеги с другой точки... В районе 3 миллиона 600 тысяч рублей. Поэтому вы там между собой переговорите, вроде как у вас в рамках одной компании нельзя цены рушить, и у вас везде ответ должен быть один и тот же, но 108 тысяч за полчаса езды, я думаю, для клиента потенциально это существенно. Поэтому переговорите там, да, между собой. Смотрите, даже если я согласую, цена для вас 3 600, ну, честно говоря, я не могу. Да нет, конечно, это очень дорого. Я вам объясню, Валерий, я сейчас записываю ролик для Ютьюба, и мы с вами условно в прямом эфире. Я просто провел эксперимент. Я зашел на сайт Автоспот, там указано, что у вас есть эта машина, и ее можно купить со скидкой 50 тысяч рублей. Но якобы на машине, потом выяснилось, стоят допы на 236 тысяч рублей. Вот подскажите мне, есть ли на этом автомобиле допы на эту сумму сейчас? Да, сейчас, секундочку. Ту машину, которую мы сейчас с вами считаем, сейчас вам скажу, сколько допов там, по-моему, даже побольше будет. Да, вот этот автомобиль, он передо мной, 236, я вам даже, боже, сказать, там 624, если не ошибаюсь там. Да, просто смотрите, я позвонил вашей коллеге, ну, в другой салон. Она сказала, что на этой машине сейчас допов не установлено вообще. Она сказала, вот я смотрю базу, и ничего не стоит. Она сказала, что она одна, эта машина, и Автоспот сказал, что у вас эта машина тоже одна. Ну, именно в данный комплект. Да, 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 конечно. Ну, а как тогда может быть так, что Автоспот говорит, что допы есть, а в другой салон у вас говорят, что допов нет? Допы есть. Ну, вот у вас на Автоспот, возможно, на гаражник какой-то еще указан. Нет, ну, а я говорю, я просто к тому, что вот у вас общаетесь с разными салонами, у вас у всех разная информация. Она говорит, допов не установлено, вы говорите, допы стоят. Вы, когда позвонили, сказали, тоже за наличку 3708, это 3708 с учетом этих допов, верно? Или допы еще нужно будет оплатить? Да, с учетом допов. Все, я все понял. Для меня все цифры ясны. Вот это вот к слову о том, что когда ты начинаешь сам искать автомобиль, сейчас ситуация настолько сильно меняется. Вы послушайте, машину родственников, машину друзей. Это мне сейчас позвонить, там Саньку сказать, Сань, давай-ка твою машину в трейд-ин сдадим, мне машина новая нужна. Отсюда вопрос, а он-то на чем ездить будет? Вообще какой-то бред. Кредит, я банкрот. Да у нас, знаешь, у нас всегда найдется, найдем сейчас, найдем. Банкроту по-хорошему, говорит, вообще никто не должен давать. Соответственно, если даже найдется банк, который одобрит условия банкроту, я боюсь представить, даже боюсь смотреть. Ну, хотя я бы посмотрел бы ради интереса, что это будут за условия. Отсюда возникает вопрос просто, нахрена вот это вообще нужно? Зачем писать такие условия, которые, когда ты звонишь дилеру, они не совпадают? И вот, чтобы самостоятельно не делать выводы за людей, я в тот же день, когда записывал сюжет, повторно оставил заявку на автоспоте на этот автомобиль для того, чтобы записать разговор с менеджером и задать ему вопрос, почему так происходит. Он позвонил спустя пять часов, поэтому разговор удалось записать вот так. Да, по поводу машины, правильно мы с вами? Да, Дмитрий, звоню узнать, какая машина интересует по покупке. Смотрите, вот предложение живое, это автомер Мазда на Дмитровке. РРЦ на этот автомобиль 3 миллиона 90 рублей, указано, что установлено еще до оборудования на него. Что-то порядка 400 тысяч. Вот примерно такой ценник на автомобиль. А вот у вас написано, что если покупаете за наличку, то будет скидка 50 тысяч. Да, то есть скидки все указаны, они корректны. То есть, ну, в целом, если считать, то так и получается. Да, смотрите, 390 РРЦ плюс 450 за допы и, грубо говоря, еще минус 50 за наличку. Вам дилер просто дилерскую скидку делает таким образом. То есть, условно, получается так, что я должен буду отдать условно 400 тысяч, да, если мы убираем 50, как скидка, и машина будет моя, правильно? Да, да, все верно. А можно два вопроса задать? Первое, то есть, вы по базе посмотрите, я вам звонил 25 ноября, был разговор. На тот момент, вот 4 дня назад, наценка была, вот эти допы, 236 тысяч. Сегодня утром я к вам заходил на сайт, когда оставлял заявку, была наценка 500 с чем-то тысяч, 502. Сейчас уже 450. Да, да. Дмитрий, вот по наценке за доп, да, такая информация довольно пространная, то есть, ее нам дает дилер на сайт. То есть, иногда он ее не дает вовсе, по мазде, слава богу, обновили, то есть, информацию, и, как бы, я уже могу информировать клиента по наценке. Не совсем понятно, рубль-рубль ли это цена. То есть, мы сейчас с вами направим заявку дилеру, и, собственно, узнаем, что он предлагает, вот. Но, вот что-то, возможно, возможно, меньше будет наценка. Какой заоборот, простите? Да, да, да. Как вас зовут, простите? Артем. Артем, здесь картина такая. Смотрите, я к вам обратился, меня ваш коллега проконсультировал, оставил заявку. Мне позвонили с Автомира. И они сказали, что сайт ваш, это просто реклама, и ничего реального с ценами он не имеет. И наценку они озвучили не 236 тысяч, как я на тот момент озвучивал, а 708 тысяч сверху нужно отдать. А, они предложили машину за 3 миллиона 708 тысяч. Это вот 608 тысяч сверху получается. Ну, и в другом салоне, там, в другой точке плюс 500 тысяч. Соответственно, все цифры, которые у вас указаны на сайте, к реалиям никакого отношения не имеют. Вот я хотел просто спросить, а для чего вы вообще эту информацию тогда пишете, если реалий нет? Более того, просто чтобы вы в курсе были. Вот Автомир, у них есть две точки. Я в одну точку позвонил, он сказал, что да, действительно, есть на Mazda допы. В другом салоне, их же, да, салоне, скажи, что допов на машине нет вообще, на ней ничего не установлено. Отсюда вопрос к вам. Откуда вообще вы пишете скидку за наличку 50 тысяч, когда вместо скидки идет наценка 500-600 тысяч рублей? Смотрите, я еще раз говорю, все, что касается стоимости, то есть вам дилер некорректную информацию дал. Кстати, можете сказать, это Автомир какой именно был? Это информация, которую нам дает дилер на сайт. То есть мы ценообразованием скидок и в том числе наценки за допы не занимаемся. То есть мы сайт-агрегатор, который помогает, ну, выгодное предложение подобрать. То есть все, что касается цены, лежит на наших партнерах, на дилерах. Ну, я вот хочу вас проинформировать, Артем, ваши партнеры вас очень сильно подводят. Они вам предоставляют одну информацию, а в реале эта информация с реалиями вообще никаких отношений не имеет. Постоянно что-то у вас меняется, опять же, какие-то скидки они вам называют за наличку. Да нет никаких скидок, я вот с ними со всеми разговаривал. Ответ простой. Если покупать за нал, ну, 500-600 тысяч. То есть в одном салоне назвали 3600, в другом назвали 3708. Вот и все. А у вас написана скидка. Вот за 25 минут я вам экономлю как минимум один день из жизни на поездку по автосалонам. Есть рынок, есть общие продажи. Мы про это рассказываем, как это происходит. Если везде наценка, ну, не может быть такого, чтобы ты приехал к одному из дилеров, и он тебе сделал вот такие шикарные условия. Я вам это все доказал. Подчеркиваю еще раз. Я не ищу абсолютно никаких конфликтов. Я не делал какое-то там разоблачение наезд на автоспот. Еще раз повторюсь. Люди и сегодня создают подобные сервисы. Когда задаешь вопрос, а зачем вы это делаете? Вот есть, например, у людей знание в разработке, но нет знания в авторынке. Им кажется, это перспективная тема, но не то время сейчас. Возможно, когда-то это опять встанет на свои места, опять будут хорошие скидки. И тогда, да, будет круто. Но по факту хочется задать вопрос. Почему бы не писать сразу честные условия? Ну, напишите, что будет, плюс 600 тысяч рублей, и ты получишь вот эти допы. И чтобы ты позвонил, и подтвердили и в салоне, и на сервисе. Абсолютно там автоспот, не автоспот, любой. Но это же будет круто. Если там вдруг человек с деньгами, и он говорит, а я вот готов, у меня бабки есть, ну пусть покупает. А здесь получается, то бишь, сайт это реклама. Реклама сразу же ассоциируется со словом обман. Но это же тоже неправильно. Зачем так делать? Бывает такая ситуация, когда у дилера план горит, как это происходит прямо сейчас. На момент монтажа ролика 30 ноября. Ниссан план не выполнил, один салон. В инстаграме у меня вся лента пестрит тем, что машину дают в РРЦ. Люди скупают. Все бросили ехать покупать просто в РРЦ. Пусть это будет, условно, как реклама моего инстаграма. Я оставлю на него ссылку. Подписывайтесь. Так как там я действительно делаю какие-то плюс-минус стоящие предложения. По-честному, по крайней мере. Если вы видите руководство, не знаю, автоспот или салонов. Ребят, ну проведите между собой какой-то диалог, чтобы у вас все было четко. А не вот так вот, то, что ты звонишь. И у всех просто информация абсолютно разная. Вы дурите людей. Вы вводите их в заблуждение. Так делать не нужно. Нужно работать как минимум порядочно. Я надеюсь, что этот ролик был для вас действительно полезным. Вы посмотрели, сделали для себя выводы. И примите в дальнейшем эти знания, как ими пользоваться конкретно в вашей ситуации. Ребята, все проверяйте, все перепроверяйте. Не давайте себя обманывать и вводить в заблуждение. Не забывайте, что любое предложение на автомобиль можно получить, не выходя из дома. И если оно вас устраивает, уже обращаться в салон, отправляться на сделку. Но не забывайте, что есть крайние непорядочные дилеры. Которые могут вас по телефону обмануть, заверить на одни условия. По факту приезда условия будут совсем другие. Вот так вот работают. И, к сожалению, управы на них нет. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм-канал. И пишите ваше мнение в комментарии. Насколько я знаю, дизлайк уже поставить не получится. Поэтому втыкайте смело лайк. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok